Привет, меня зовут Катя или Рина Руа, и первое видео в этом году я решила снять про книжные покупки. На самом деле я знаю, что у меня накопилось довольно много видео, которые я хотела бы снять, которые я обещала вам снять, я давно не снимала прочитанное, но книжных покупок у меня накопилось действительно очень много. Вот я прямо сейчас на них смотрю, и мне реально страшно, тут чуть больше 20 книг, и еще 6, наверное, я покажу вам в отдельном видео, потому что с ними была связана история, я очень непросто их получила, поэтому решила посвятить им отдельное видео про книжные покупки, а вот все, что вот остальное, вот эти вот 20 с лишним книг, я покажу вам сегодня, так что приготовьтесь. И начну я, наверное, с подарков, с тех книг, которые мне подарили на день рождения, которое было в октябре, сейчас на минуточку, январь уже другого года, но я вам их еще не показывала, поэтому показываю сейчас. И первые 4 книги мне подарила моя подруга Наташа, за что ей огромное спасибо, она всегда выбирает такие книги, которые мне вот прям действительно очень-очень хочется получить, но я об этом почему-то забываю всегда. Ну да ладно, склероз, дело такое. И первая книга, которую она мне подарила, это мой любимый, обожаемый, несравненный Нил Гейман и его «Звездная пыль». Я очень люблю Нилу Геймана, я очень редко его покупаю себе, очень часто об этом вам говорю, и Наташа всегда на день рождения или на какой-то другой праздник дарит мне его книги, за что ей огромное спасибо, иначе моя бы коллекция никогда бы не пополнялась. «Звездную пыль» я давно себе хотела, хотела именно вот в этом издании, даже забыла, как оно называется, «Мастера магического реализма», но меня все время останавливали отзывы, потому что я очень люблю фильм, снятый по этой книге, но те, кто читал книгу и смотрели фильм, говорят, что книга хуже. Такое бывает очень редко. Я очень удивляюсь каждый раз, когда читаю или слышу об этом, и я думала, она очень толстая, а она довольно тоненькая. Думаю, я быстрее прочитаю, сравню свои впечатления, заодно фильм пересмотрю. Мне кажется, книга должна быть более детской и не такой, наверное, кровавой, жестокой, как фильм, но не знаю, фильм я люблю и надеюсь, что и книгу полюблю, тем более это мой любимый Нил Гейман, так что, в принципе, у меня на нее большие надежды с такой толикой опасения. Следующая книга – это также Нил Гейман и его «От и ледяные великаны». Я давно смотрела на эту книгу, и я все думала, хочу ее себе, не хочу, знаете, когда и хочется, и колется. В общем, никак не могла решить. Теперь она у меня, собственно говоря, есть, и я за огромным удовольствием ее прочитаю. Она в суперобложке, которая не снимается, вот, снимается. Под ней, собственно говоря, дублируется картинка. И она с прекрасными иллюстрациями Брэда Хелквиста. Сейчас я вам что-нибудь покажу. Вот, когда листаешь на камеру, ничего с первого раза не находишь. Ну, например, вот. По-моему, очень красиво, так что тоже с радостью прочитаю эту книгу. Она также небольшая. Думаю, мне понравится. Далее Наташа мне подарила Рика Янси и его «Монстролога». Когда эта книга только вышла, сколько же было на нее видео, разных отзывов, обзоров, все ее хвалили, насколько я помню. Я тоже себе очень ее хотела, но когда я созрела ее купить, она, естественно, пропала из продажи. Ну, в общем, все как всегда. Я даже забыла, что бросила ее себе в подборку «Хочу в подарок». У меня есть такая подборка на лайфлибе «Хочу в подарок» или «Хочу купить в бумажном виде». Потому что, когда люди меня спрашивают, какую книгу мне подарить, я им просто кидаю ссылку на эту подборку, и все. Но, на самом деле, меня не часто спрашивают. Мне только эта подборка, по-моему, пользуется только Наташа, но не суть. В общем, я очень рада, что у меня есть «Переспонстролог». Я, наконец-то, прочитаю эту историю. И, по-моему, у нее есть продолжение, так что, если она мне понравится, то я, конечно же, куплю себе продолжение. Ну и последняя книга, которую мне подарила Наташа, и которую я уже даже прочитала, это «Артур Хейли и Джон Кастелл на грани катастрофы». Я давно хотела познакомиться с Артуром Хейли. У меня лежит его аэропорт, но толщина этого аэропорта меня довольно сильно пугает, поэтому я его еще не прочитала. Но Наташа прочитала вот эту вот книгу, она ей очень понравилась. Она мне, например, сказала, меня тоже сюжет заинтересовал, и вот она мне ее подарила. Она довольно небольшая, я прочитала ее буквально за пару вечеров и получила какое-то невероятное удовольствие, хотя я жутко боялась, потому что у меня аэрофобия, я очень боюсь летать. И, как вы понимаете, да, на грани катастрофы, самолет, то есть там как бы происшествия на борту самолета, и это очень страшно было. Серьезно. Возможно, меня многие не поймут, кто не боится летать. Я очень боюсь. Я когда читала, я прям как будто находилась там, и сейчас мне хочется выйти, потому что вот, господи, господи, чем вся эта история закончится, долетит этот несчастный рейс, не долетит. А, кошмар, но мне очень понравилось. Подробнее расскажу. В прочитанном, который я обязательно сниму надо, потому что, мне кажется, я с сентября или с августа не снимала. Да, я очень хороший человек, но эта книга мне безумно понравилась, так что с Артуром Хейли я определенно продолжу свое знакомство, то я поняла, что, в принципе, производственные романы мне нравятся. Ну, а теперь давайте перейдем к тем книгам, которые мне подарила другая моя подруга, Наночка, за что тоже огромное спасибо, потому что я была удивлена, обычно мне книги редко дарят. Все считают, что я их так очень много покупаю, нафига мне их дарить. И начнем мы с просто потрясающей книги, с графического романа, который я обожаю, но который я еще не читала, я его как раз в процессе сейчас. И мне очень приятно, что Нано запомнила, что я хотела именно эту книгу, это Брэм Стокер и его Дракула. Естественно, что еще мне может хотеться? У меня уже столько вариантов Дракулы, что прям аж и странно, и радостно. Когда я узнала, что вышел графический роман по этому произведению, я поняла, что мне надо, что я хочу, что прям вот очень-очень срочно мне это нужно. И на какой-то книжной ярмарке, вот она была осенью, забыла какая, я посмотрела, я увидела эту книгу, хотела ее себе купить, но она была какая-то помятая, грязная, с царапиной, я как бы сказала, что не возьму. Думала, потом себе ее куплю, в принципе, чем нет, но вот все как-то тянуло, и Наночка мне ее подарила, за что ей огромное спасибо. Я вот просто влюблена в эту историю, и тут такие потрясающие иллюстрации, что прям я в восторге. Ну и, собственно говоря, да, тема вампиров все еще актуальна в моей жизни. Это очень странно, но как уж есть, посмотрите, какие тут прекрасно ужасные вампиры. Ну и так получилось, что мне подарили еще один такой же графический роман, и их у меня теперь два. И как бы, я понимаю, что, конечно, два мне не надо, я прочитаю один, и как бы, да, но у меня, во-первых, горит душ, что у меня их два, а у вторых, я думаю, что один из них я просто разыграю. Либо на канале, либо в Инстаграме. Я еще не решила, вот когда у меня с почты дела наладятся, тогда я обязательно их разыграю, надеюсь, что в ближайшее время. Так что пока я обдумываю все детали этого конкурса, как это лучше сделать, где, какие будут условия, в общем. Но знаете, что конкурс скоро будет, так что готовьтесь и напишите в комментариях, если вам не сложно, где удобнее все-таки для вас провести этот конкурс. На канале, в Инстаграме у меня, может быть, в группе ВКонтакте. Я пока в раздумьях. Продолжаю показывать вам подарки. Следующие книги я купила себе сама, но Нанечка подарила мне сертификат в Читай-город, и как раз где мы встречались, там был Читай-город, и мы туда пошли, я прям сразу выбрала себе книги, и знаете, я прям даже забыла, какое это вот непередаваемое ощущение ходить просто по книжному магазину, выбирать себе книжечки, вот щупать их, листать, нюхать, почему нет, и уходить с книжного магазина, не просто зная, что ты себе закажешь в интернет-магазине, а именно вот уже с живыми, настоящими книгами. Это прям было очень-очень приятное удовольствие для меня. Так что спасибо, Надя, еще раз за это. И я себе выбрала там две книги, и первая из них это Анил Гейман и его «Никогте» с иллюстрациями Криса Риддала. Когда я узнала, что есть такая книга, я была готова заказать себе ее за любые деньги на английском. Не важно, что я на нем не читаю, она просто настолько красивая, ну, я видела иллюстрации в интернете, что я поняла, что мне надо. Тем более я фанат Нила Геймана, фанат Криса Риддала и фанат их вот этого вот тандема. Так что, когда выходят книги Нила Геймана с иллюстрациями Риддала, я обязательно себе их покупаю. И я все ждала, думала, закажу себе на Новый год. Но так вышло, что эту книгу у нас издали. Вообще супер, респект издательству, по-моему, это АСТ. Да, это АСТ. И поэтому, когда я увидела ее в магазине, я ее пощупала и поняла, что уже с ней не расстанусь. Книжка эта в суперобложке. Она снимается, естественно. Ну, иллюстрации здесь просто божественные. Мне очень нравится. Потому что мне нравится, что они вот, видите, даже вот так вот на полях книги. Это очень круто. Мне прям дико-дико нравится. Тут прям узнается вот этот вот стиль Риддла. Он просто шикарный и невероятный. И так как я очень люблю «Никогде». Это одна из моих любимых книг у Нила Геймана. Я как раз собиралась перечитывать. То думаю, что буду перечитывать уже вот в этом чудесном издании. Ну, на самом деле, я подумываю купить себе его и на английском, если честно. Но пока не знаю. Пока купила себе только Гарри Поттера. Но это спойлер к следующему видео. Вот книгу. Просто посмотрите. Если вам не нравится, то я не знаю, что с вами не так. Серьезно. Ну и последняя книга. Ну и последняя книга. У меня скрепит стул. Ну и последняя книга, которую мне подарила Наночка, которую я выбрала в Читай-городе, в настоящем книжном магазине, как настоящий любитель книг, это Габриэль Зевин «Повседневная логика счастья». На самом деле, мне очень нравится название этой книги. Мне понравилось, что сюжет происходит, как я поняла, в книжном магазине. Я вообще люблю истории, которые связаны с книгами прямо или косвенно. Ну и, конечно же, отзывы. Положительные отзывы очень у многих, которые я встречала, убедили меня, так сказать, взять эту книгу. Так что с удовольствием прочитаю, как только, так сразу. Потому что книг очень много, во времени очень мало. Ну и с подарками мы закончили. Далее у меня лежит огромная стопка книг, которую я купила сама себе любимой. Конечно, я купила их все не за раз. Вот, считайте, где-то с сентября по декабрь. Но все равно книг катастрофически много. Ну и давайте уже закроем тему с Дракулой, да? И с вампирами, и с Брэмом Стокером. Я купила себе вот это вот прекрасное, потрясающее издание. Это история. Это «Песочные часы». Когда я узнала, что выходит вот эта вот невероятная книга, я поняла, что мне надо. На самом деле, не очень понятно, зачем, но надо. Она даже с лисе, что очень меня радует, если честно. Она очень качественно сделана, она безумно красивая, просто какая-то невероятная. Но, к сожалению, здесь нет иллюстраций. Вот если бы здесь были иллюстрации, мне кажется, это было прям вообще какое-то сплошное комбо и удовольствие, но их нет. Но, тем не менее, книга очень красивая, очень нужная, так сказать. Особенно, когда это любимая история, и она просто будет храниться в библиотеке, в моей, назовем, книжечка библиотекой, для меня и для будущих поколений. Вот так вот пафосно. Но, тем не менее, я очень рада, что купила себе эту книгу. Возможно, я даже, когда буду перечитывать Дракулу, я прочитаю именно вот в этом издании, хотя, конечно, с собой не потаскаешь. Вот это такой большой минус. Но оно такое красивое, и это большой плюс. Возвращаясь к Рису Риддалу, я купила себе очередную часть про Леди Год, и это Юная Леди Год и Роковая симфония. На самом деле, я прочитала только одну книгу про Леди Год, но мне настолько сильно понравилось, что я решила, что буду собирать. И, как я поняла, по-моему, это пятая книга. В общем, четвертую у нас еще не перевели. Почему так произошло, я не знаю. Четвертую еще я не видела, чтобы она была на русском. Но, так или иначе, вот эта пятая, очередная, и я надеюсь, будет очень интересной. И она заметно толще предыдущих частей. Ну, она такая же красивая и такая же невероятная. И что мне нравится, картинки на суперобложке и просто на обложке не дублируются. Просто я люблю, когда так. Ну, и покажу вам еще разок иллюстрации Криса Риддала, потому что они очень красивые, и я могу их показывать часами, я их могу рассматривать сама часами, даже не читая. На самом деле, когда я читаю такие книги, получается, что я дольше рассматриваю картинки, чем читаю текст. Так что очередная часть «Юдный Леди Год» у меня есть. Чему, как вы поняли, я несказанно рада, так что буду читать. Ну, и, конечно же, вам рассказывать. Далее я себе купила Терри Пратчета и его «Пастушлю корону». Это последняя, пятая книга про вермочку Тиффани Болин. И когда я узнала, что вот она выходит, еще в оформлении, в котором я собираю эту серию, то, в общем, я поняла, что должна себе ее купить. И, собственно говоря, купила. И это не только последняя книга из цикла про вермочку Тиффани Болин, но это и последняя книга Терри Пратчета, которая увидела свет в год его смерти. Так что теперь я могу спокойной душой садиться и начинать, точнее, продолжать свое знакомство с этой историей, с этой героиней, потому что, если честно, мне очень понравилась первая книга. Но пока до остальных я еще не добралась, но вот теперь собрала, так сказать, всю серию. Коллекция собрана конкретно про эту героиню. Можно продолжать читать. Далее я купила себе книгу Ольги Миклашевской «Это все магия». Думаю, все знают, кто такая Оля Миклашевская. Думаю, многие смотрят ее на Ютьюбе. И это ее не первая книга, но когда я увидела, во-первых, вот эту прекрасную обложку, просто какую-то невероятную, прочитала аннотацию и прочитала первую страницу в интернете из этой книги, я просто в нее влюбилась и поняла, что она мне нужна, что мы с ней, так сказать, подружимся. И я ее уже прочитала. И расскажу вам о ней подробно, конечно же, в прочитанном, но могу сказать, что мне очень понравилось. Я вот с этой вот книжной серией «Другие миры» не была еще знакома. И вот, так сказать, познакомилась. И знакомство это было очень удачно. Мне действительно прям дико понравилось. Это история про юную девушку Таису, которая отправляется по делам в Северный форт. И она не хочет замуж. Она такой юный ученый, специалист по драконам. И она хочет заниматься именно этим. И вот она приходит в Северный форт, и с ней происходят там невероятные приключения. Ну, и не обходится, конечно, без любви, потому что она влюбляется в талантливого всадника из этого форта. На самом деле, история очень легкая, очень веселая. Здесь очень много драконов. Я обожаю драконов, поэтому книга мне понравилась. Да, я думаю, если вам не нравятся драконы, вы их полюбите, поверьте мне. Так что очень рада, что купила эту книгу. Теперь надо дождаться, когда Оля вернется, и подписать у нее. Я прям поздно вечером, когда ее дочитала, сразу же написала Оле в директ в Инстаграме. Что мне действительно дико понравилось, а она большая молодец. Далее я купила себе книгу Екатерины Шашковой «Река ведет к истоку». Екатерину Шашкову, вы можете знать, как Катриону. Я читаю ее в Инстаграме, и подписанную группу ВКонтакте, и в Твиттере. Но несмотря на то, что я читаю ее в социальных сетях, я с ее творчеством еще не знакома. Ну, точнее, я читала какие-то кусочки, скажем так. И когда я увидела, что у нее вот вышла книга, я поняла, что хочу себе купить и попробовать почитать, потому что это фэнтези, любовный роман и приключения. Книга мне тоже понравится. И меня действительно заинтересовала аннотация, что это книга про девушку, которую зовут Нина, и у нее как бы все в жизни должно быть по плану. Работа, учеба, семья, любовь, как говорится. И приключения это не для нее, и никаких рискованных авантюр она не признает. И как здесь написано, что «И для этого всего-то и надо отдать сестре магический дар, красавца-мужчину, возможно, жить в другом мире, а сама остаться дома и сделать вид, что ничего не произошло». И ведь получилось, то и тогда откуда это чувство, словно она только что совершила самую большую ошибку в жизни? Звучит очень интригующе, так что как я прочитаю, я обязательно вам расскажу. Но мне почему-то кажется, что должно понравиться. Далее я наконец-то себе купила «Джонатана Стрэндж и мистера Норрелла» «Сюзанна Кварк». Это вот такой вот кирпичик-талмутик, который вы могли видеть в моем предыдущем видео про книжных толстячков, которых я планирую прочитать в 2018 году. Когда я смотрю на объем этой книги, я понимаю, что, господи, наверное, я ее никогда не прочитаю, но хочется верить, что все-таки когда-нибудь осилю. Эта книга в суперобложке, она снимается. Здесь вот такая вот красивая черная обложка, мне очень, если честно, нравится. И эту книгу я захотела себе в первую очередь после того, как прочитала книгу Нилы Геймана «Вид с дешевых мест», где он говорил как раз про это произведение. И я прям загорелась его прочитать, я просто тогда не знала, что он такого объема. И потом так получилось, что Маша Покусаева с канала «Теория большого чтива» прочитала эту книгу и про нее рассказала, причем рассказала так интересно и вкусно, что я поняла, что все, она мне нужна, я ее покупаю и купила. Так что надеюсь осилить когда-нибудь. Хотя, с другой стороны, иногда бывает вроде книга и толстая, а читается очень легко, и ты даже не замечаешь, как страница проносится со скоростью света. Вот, как тут написано в аннотации, что Нил Геймана назвала Тукмингу лучшей литературной сказкой на английском языке за последние 70 лет. И, как я знаю, Сюзан Кларк писала это увесистое произведение, по-моему, очень-очень долгое, 10 лет, если не больше. Думаю, те, кто слышали про этот роман, знают про сюжет, не хочу ничего вам говорить, потому что сама боюсь ошибиться, книга довольно объемная, так что 100% где-то что-то напутаю. Поэтому, как только прочитаю, обязательно вам расскажу. Если мне действительно сильно понравится, если я ее осилию, то, может, даже делаю отдельное видео. Далее я купила себе Диану Сеттерфилд и ее 13-ю сказку. Я уже читала эту книгу, и она у меня была в мягкой обложке, но так получилось, что эту книгу я дала почитать, и мне ее, соответственно, не вернули. Но я особо не расстроилась, потому что я давно хотела себе купить в твердой обложке. Мне очень нравится вот эта вот серия The Big Book у азбуки. Кстати, Doctor Strange и Mr. Norrell тоже в этой серии. Поэтому, так как я думала менять, думаю, ну ладно, даже не буду напоминать человеку об этом. Пусть она у него остается на здоровье. А я куплю себе вот новую в хорошем издании. И так как эта история мне действительно очень нравится, я очень ее люблю. И собираюсь перечитывать. Так что книга мне это просто, ну, была жизненно необходима. Думаю, на сюжете 13 сказки нет смысла останавливаться. Все. Да, наверное, действительно, уже все, наверное, ее знают. Практически все прочитали, и она просто прекрасна. Я лично в восторге и обожаю. Но очень плохо помню сюжет. Точнее, нет, я его помню, но вот без каких-то, знаете, вот подробностей. Поэтому хочу перечитать и заново вспомнить и окунуться в эту прекрасную, такую мрачную английскую историю. В которой, кстати, довольно много книжек. Что тоже меня радует. Также я пополнила свою коллекцию книг Дафны Дюмарье и купила себе «Голодную гору». После того, как я прочитала Ребекку и «Птицы» и другие истории Дафны Дюмарье, я влюбилась в этого автора просто бесповоротно и окончательно. И, в принципе, стараюсь сейчас пополнять свою коллекцию ее книгами, чтобы, когда придет время, когда у меня будет соответствующий настроение, я просто могла взять любую с полочки и прочитать. «Голодная гора» — это семейная сага. Она, по-моему, рассказывает про пять поколений семьи, которая владела шахтой, по-моему, шахтой горными, медными шахтами Голодной горы. Вот. Ну, естественно, если это семейная сага, то там всякие семейные тайны, любовь, ревность, ну и все такое прочее. И в основу этой книги легла реальная история ирландских предков одного из друзей Дафны Дюмарье. Я вообще люблю книги, которые хотя бы чуть-чуть соответствуют реальности и происходило что-то на самом деле. Так что, думаю, книга мне должна понравиться. Я купила ее себе вот в этом вот прекрасном издании «Адбука премиум». Мне очень нравится. Хотя у меня есть и в «Азбуке классики» несколько ее произведений. Не знаю, буду ли я пополнять и менять на твердую обложку, потому что они в мягкой, но подумаю. Ну вот сейчас, когда есть возможность, я стараюсь покупать именно вот в твердой. Далее совершенно неожиданно у меня появилась книга «Миры Артура Кларка. Город и звезды». Так получилось, что на работе мы переезжали из одного кабинета в другой. И вот у кого-то, кто давно уже не работает на нашем предприятии, была огромная коллекция такой, знаете, фантастики. Ну и там очень было много русских произведений, которых я ни разу не слышала. И вот там была вот эта книга Артура Кларка. А так как я знаю, кто такой Артур Кларк, мне очень понравилась обложка, я решила взять, потому что, ну, всё равно выбросят, а жалко. Так что это такая вот букинистика, она какого-то 98-го года, то есть вообще довольно-таки такая древненькая букинистика самая настоящая. Так что, думаю, когда-нибудь познакомлюсь и с Артуром Кларком, и с этой книгой. Вы же понимаете, да, что скоро столько не будет обещаться в кадр. Это очень-очень пугает. И я ещё сураню. Также неожиданно я купила себе «Философию Энди Уорхола» от А к Б и наоборот. Скажу, почему я купила эту книгу. Я не являюсь прям большим фанатом Энди Уорхола. Я, собственно говоря, о нём-то и знаю. Вот буквально какие-то там самые известные моменты. Но когда я увидела эту книгу, кто-то в Инстаграме её листал, у меня взгляд зацепился за несколько предложений, и мне показалось, ну, довольно интересно. Я нашла эту книгу, ну, в интернете, почитала несколько там абзацев предложений из неё и поняла, что мне нужно, я хочу прочитать, мне очень интересно. Не могу ничего конкретного сейчас сказать по этой книге, потому что она просто меня привлекла сама по себе. Вот как-то я её увидела, и она мне понравилась. Вот я говорю просто какие-то там несколько предложений убедили меня её себе купить. Хотя я не очень люблю вот это вот издание, но, во-первых, это белая обложка, она тут же будет грязная, 100%. И она мягкая, то есть картонная. Я её тут же помыну, порву и так далее. Но, тем не менее, вот где бы я ни открыла, что-то мне бросается в глаза, что-то меня интересует, что-то вот прям волнует, и что-то очень близко. Поэтому, как прочитаю, обязательно вам подробнее расскажу. Если вы их читали, расскажите, понравилось вам или нет. Пока не знаю. Это очень такая странная, спонтанная покупка, но, тем не менее, я рада, что её и сделала. И также себе купила вот в таком же вот не очень мною любимом издании «Лето целого века», 1913-й, «Флорианс Иллис». Иллис. Если честно, я даже не покупила, как правильно читается фамилия. Но потом поуглю, ладно. Простите меня, пожалуйста, если я прочитала её неправильно. Это хроника последнего мирного года перед Первой мировой войной, в которой произошли довольно много событий, значимых для культуры 20-го века. И я бы, наверное, на эту книгу никогда не обратила внимания, да я бы, наверное, даже не нашла нигде, если бы Нира Позина с канала Ginger and Books, потому что она мне про неё как-то рассказала. Мы на какую-то встречу ходили вместе, и вот она мне её и показала, и про какую-то актрису оттуда рассказала, которую я запомнила. У меня даже фотографии есть в телефоне, я даже сфоткала. И она так сильно нахваливала эту книгу, что я поняла, что должна себе купить и прочитать. Ну что, друзья, мы на финишной прямой. Осталось всего четыре книги. И давайте я вам постараюсь их быстренько показать. Первая из оставшихся книг – это Синтия Суонсен и её книжная лавка. Я, как всегда, повелась на название и на книжки, на обложке. Ну что поделать. Я люблю, когда книги про книги. И ещё очень люблю, когда героиня зовут, как меня. Ну или хотя бы, знаете, какими-то производными от моего имени. Это очень странно, но мне действительно это нравится. А тут главную героиню зовут Китти Миллер. И она незамужняя владельца небольшого книжного магазинчика. И живёт исключительно для себя. И это в реальности. А вот во сне она домохозяйка, мать, любящая жена и так далее. И вот тут в конце как раз в аннотации задаются вопросы. А какая из этих двух жизни реальна? И что из этого Китти снится, а что нет? То есть, может быть, книжный магазин не снится, а в реальности она домохозяйка, так сказать. В общем, звучит довольно интересно. У неё неплохой рейтинг на лайфлибе. Так что, думаю, прочитаю и вам расскажу, конечно же. Вот у меня почему-то эта книга ассоциируется с чем-то таким лёгким. И мне почему-то кажется, что её круто будет читать весной. Поэтому, наверное, до весны её и оставлю. Также я себе купила книгу «Одиночество» Макса Фрая и Ленор Горалик. С творчеством Макса Фрая я ещё не знакома. У меня лежит одна его книга, но как-то у нас с ней в том году ещё не сложилось. Но книгу «Одиночество» я всегда хотела прочитать. Мне нравится, что пишет Ленор Горалик. И вообще, эта книга, как говорится в нотации, была написана много лет назад под влиянием короткого текста Ленор Горалик. И как раз, по-моему, вот этот вот текст и входит в эту книгу. Он единственный, который написал Ленор Горалик. Остальные всё написал Макс Фрай. И эта книга довольно небольшая. Поэтому, думаю, что с неё я и начну знакомство с Максом Фраем. И очень многие от неё в восторге. Все её хвалят. Так что, надеюсь, что и мне она понравится. Ну и, наконец, предпоследняя книга, которая у меня появилась, которую я уже даже успела прочитать. Это «Мариот Мюрай. Мисс Черити». Это вот такой вот талмутик. Хотя, на самом деле, там страниц-то не так уж много. Всего 500 с небольшим. И про эту книгу я вам уже рассказывала в видео про лучшие книги 2017 года. Это настолько прекрасная, невероятная история про девочку Черити Тидлер, которая не хочет замуж, которая хочет изучать окружающий мир, животных. И заниматься, можно сказать, наукой. Она такая довольно необычная девочка. Она живёт в Лондоне в конце, по-моему, 19 века. И эта история основана на жизни английской детской писательницы Беатри Споттера, от которой я в восторге. В общем, вы понимаете, пройти мимо этой книги я не могла. Тем более, там были какие-то невероятно положительные отзывы на неё. И как бы больно я её прочитала, она даже вошла в лучшие книги 2017 года. Так что, если хотите поподробнее про неё узнать, то посмотрите то видео или дождитесь в прочитанном. Я о ней ещё не рассказывала. В общем, в прочитанном обязательно о ней расскажу. Ну, иллюстрации тут тоже очень красивые. И книга мне очень нравится. Я совершенно не жалею, что купила её себе. Ну, и, наконец, последняя книга, которую я покажу вам в этом видео. И она последняя, которая появилась у меня в декабре, тоже совершенно спонтанно. Это Дженнифер Орф «Вызовите акушерку». Подлинная история Ист-Энде 1950-х годов. Очень многие говорят про эту книгу и говорили в своё время. Уже, по-моему, даже вышла вторая часть. Ну, вот я только сейчас созрела, так сказать, себе купить её и прочитать. Ну, ещё не прочитала. Но планирую это сделать. Как написано в нотации, это книга «Воспоминания Дженнифер Орф» о её работе в Лондоне в 1950-х годах. Про молодую девушку, которая устраивается работать акушеркой. Ну, думаю, тут, собственно говоря, и из названия всё понятно. Как я уже сказала, я люблю истории, которые основаны на реальных событиях, хотя бы чуть-чуть. Поэтому надеюсь, что и эта книга мне понравится. И если она мне действительно понравится, то я даже куплю себе вторую часть. которая, кстати, уже вышла, но я решила подождать и прочитать сначала первую, а потом купить себе вторую, потому что иначе это просто... эти части будут у меня копиться и не будут читаться. Ну, собственно говоря, на этом и всё. Мне кажется, это сейчас всё рухнет. Посмотрите, они даже... вот последнюю книгу вызвать акушерку даже не видно. Это всё не влезает в кадр. Капец. Но так или иначе, я показала вам все те книги, которые купила себе с сентября, наверное, по декабрь 17-го года. Осталась всего небольшая столбочка в шесть книг, про которые, как я уже сказала, я сниму отдельное видео. Поэтому я очень надеюсь, что вам понравилось это, наверное, какое-то невероятно длинное видео. Если это так, то поддержите меня пальчиками вверх. Подписывайтесь на мой канал. Расскажите, читали ли вы какую-либо из этих книг. Если да, то понравилось оно вам или нет. Не забудьте написать, где бы вам было удобнее, чтобы я провела конкурс, разыграла графический роман Дракула Брэма Стокера. Ну и вообще расскажите, как начался ваш год, потому что это первое видео в 2018 году, и мне очень интересно узнать. На самом деле, я уже начала скучать по влогмассам, так что думаю, может быть, снимать такие небольшие домашние влоги. Как вы на это смотрите, расскажите, мне это очень интересно. Ну а на этом с вами прощаюсь. Не забывайте, что всякие интересные ссылочки я оставляю в описании. Я очень постараюсь оставить ссылки на все эти книги в описании. Не обещаю, потому что их очень много, но я очень постараюсь. Также помните, что меня можно найти, наверное, во всех социальных сетях. Ну и не забывайте, что я вас всех очень-очень люблю, целую. И что мы очень скоро с вами увидимся. У нас большие планы на 2018 год. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok